Это давняя история 2016 года, когда гражданин Милканян сначала высказывал угрозу убийством в отношении меня и моей жены по телефону. Затем, когда я приехал на СТО для того, чтобы забрать автомобиль, он взял в руки отвертку, попытался нанести удары мне в голову отверткой. Потом, когда это не получилось, он взялся за лом, бегал по СТО с ломом, пытаясь меня догнать. В итоге мне уже некуда было убегать, и он нанес несколько ударов мне в том числе в голову этим ломом. Данная ситуация прямо говорит о умышленных действиях гражданина Милканяна, о том, что в его действиях усматривается покушение на убийство. И на самой видеозаписи, которая сделана с камеры СТО Баюн, видно, что именно он кидается на меня с отверткой, пытается нанести удары в голову. Также очень хорошо видно, как он с ломом в руках бегает за мной по СТО и наносит удары. Все это подтверждается показаниями свидетелей, медицинскими документами. Однако это никому не интересно. При этом следователь Никонова, отдела полиции номер 4, ссылается, что у нее есть письменные указания прокуратуры Саратовской области. Я не понимаю интерес именно прокуратуры Саратовской области лично ко мне. Да, я занимался различной деятельностью, в том числе правозащитной. Мы проводили общественные расследования, в том числе по деятельности правоохранительных органов, прокуратуры Саратовской области. В результате которых были выявлены многочисленные факты коррупции, волокиты. В том числе нами были установлены факты, когда уголовные дела по тяжким и особо тяжким преступлениям просто не расследуются. А те преступления, в которых усматривается интерес правоохранительных органов или прокуратуры, они просто без доказательной базой направляются в суд. При этом многочисленные обращения граждан Саратовской области к прокурору Саратовской области Сергею Филипенко за защитой остаются просто неуслышанными. Люди вместо реальной помощи и защиты получают тысячи отписок. Неоднократно ранее мы обращались и к самому Сергею Филипенко с просьбой о помощи в защите граждан. Также и привлекали внимание к различным уголовным делам и ситуациям. В частности, мной было подано обращение к прокурору, которое называлось «50 метров отписок», по которому сотрудники прокуратуры пытались привлечь меня к административной ответственности. Правда, ничего не вышло, потому что там не было никакого преступления. Так же, как и в этой сегодняшней ситуации нет никакого состава преступления.